Первые встречи в рамках плей-офф молодежной хоккейной лиги батыровцы провели с красноярскими рысями и уверенно вышли в четвертьфинал. В эти дни нефтекамцы бросают все силы на матчи с победителем прошлого года – командой Горняк и Зучвлов. Башкирское дерби стартовало на прошлых выходных и пока счет в серии 1-1. В первую игру все хорошо старались, бились до последней секунды, и поэтому вырвали победу. Но в второй игре немного подвела дисциплину, много удалений было, поэтому было тяжело как-то выровнять игру. В этом сезоне Батыр уже провел 11 игр с Горняком, сумев выиграть в двух из них. Одна победа на турнире в Уфе и одна в старте плей-офф молодежки. Учитывая итоги предыдущих игр, тренер команды ставит задачу играть пожестче, говорят ребята. Необходимо встречать соперников на контратаках и реализовывать свои моменты. Для нас каждая игра в чемпионате была важна. Я говорю, ни одной проходной игры, я считаю, даже те игры, которые мы проигрывали, играли до последних минут, Сказывается разница в возрасте, все равно, допустим, у нас есть ребята 2000 года, 99-го, у них таких нет. В основном у них 96-й и 97-й год рождения, год и два, а с некоторыми ребятами три года разницы, это очень много. Команда Батыр играет с сезона 2011-2012 годов. За это время ребята дважды стали бронзовыми призерами и однажды завоевали середро молодежной хоккейной лиги. В прошлом году местные спортсмены вылетели с одной восьмой финала чемпионата. В этом сезоне ставят цель войти в призы. Мы будем биться до последних минут, для нас, естественно, да, и надеемся на поддержку болельщиков, постараемся дать бой. Таким образом, продолжение игр нефтекамцы могут увидеть уже в эту среду 22 марта и в четверг 23 марта. Игры начнутся в 5 часов вечера, вход на матчи свободный. Батыровцам сейчас как никогда важна поддержка родного города. Лилия Ахметова, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».